Средняя скорость. Задача 535. Мострин метрострой нанял двух кротов для рытья туннеля. Один из них копает быстрее другого, а едят они одинаково. Что выгоднее в смысле затраты продуктов? Копать с двух сторон до встречи? Или каждому копать половину туннеля? Повторяю. Метрострой нанял двух кротов для рытья туннеля. Один из них копает быстрее, а едят они одинаково. Что выгоднее? С двух сторон до встречи? Или каждому копать свою половину туннеля? 535 задача. Метрострой нанял двух кротов для рытья туннеля. Один из них копает быстрее другого, едят они одинаково. Что выгоднее в смысле затрат продуктов? Копать с двух сторон до встречи или копать каждому половину туннеля? Так, тут есть еще сноска. Кто не работает, тот не ест. То есть, когда какой-то крой выполнил свою часть работы, можно уже уволить его, и дальше он пойдет сам себя кормить. Ну, как вы считаете? Копать с двух сторон до встречи, конечно. Почему? Ну, потому что один копает в два раза быстрее. Почему в два раза? Просто быстрее. А, быстрее, ну, значит, он пройдет половину пути быстрее, чем крот. И он еще пройдет половину и еще сколько-то. А так он где-то проходит половину пути. Так, представьте себе, отсюда копает быстрый крот, а отсюда медленный. Какие есть две стратегии? Одна такая, поставить здесь вот разделяющую линию ровно в середине, быстрый крот прокопает, остановится, и через какое-то время медленный крот тоже прокопает, остановится. Согласны? Да. Другая стратегия. Быстрый крот копает-копает-копает, а медленный ему навстречу. Объясните, почему вторая стратегия хуже? А народ лучше, лучше, мы скажем, что лучше. Да, говори. Потому что он сначала пройдет половину пути и еще сколько-то, а тот пока пройдет немного. Нет, ну да, а почему выгляделе? Почему лучше, чтобы было так, чем так? Потому что они же едят одинаково, а пройдет одинаковое количество времени. И тот, и другой сидят одинаково еще. Потому что вот в одном случае эта работа выполняется медленным кротом, а он за свою работу все время просит покушать. А в другом случае та же самая работа выполняется быстрым кротом. Быстрый кроткий тоже просит кушать, но поскольку он быстрый, он меньше времени будет просить. Согласна? Он быстрее это сделает, и поэтому придется потратить меньше пробок. Хорошо, 536. Автомобиль первую половину пути ехал со скоростью 50 км в час, а вторую со скоростью 30 км в час. Какова средняя скорость этого автомобиля? Нет, не 40. Так, все-таки ответ 40 прозвучал. Да не 40, это средняя арифметическая. Да, есть разница между средней скоростью и средней арифметической. Средняя арифметическая это просто пополам. То есть сумма скоростей пополам. Но, на самом деле, средняя скорость это отношение всего пройденного пути ко всему затраченному времени. Давайте разберемся. Это уже физика. Да, да, ребята, это очень важное отвечание. Это уже физика. У нас по физике такое дает. Нет, дело в том, что не в том, что у вас дают, а в том, что вообще математика это не пустая наука. Безусловно, математика это и физика, это и биология, и многие другие науки тоже. Андрей Николаевич Калмагоров проводил совершенно замечательную фразу, когда к нему пристали, спрашивали, а что такое математика, чем она занимается, что она делает. Ведь с позиции наивного человека, ну как можно, просто вычисляя что-то на досте, получить какой-то результат, полезный для реальной жизни. Да никак. Так вот, Калмагоров ответил. Математика изучает простейшие явления, свойства окружающего нас мира. Услышали? Казалось бы, совершенно обидно для математики. Понимаете, математика изучает простейшие явления, свойства, там, качества окружающего нас мира. Но он к этому добавил. Более сложные обычно не поддаются никакому изучению. А почему в вопросе не провести вычисления? Взять весь путь какой-то конкретной длины и посчитать. Или это сложно? Сделать. Какой разумно взять путь? Сто пятьдесят. Сто пятьдесят. Можно тридцать. А можно, чтобы не было дробей? Триста. Чтобы не было дробей, удобно взять триста. А триста тогда нельзя? Сто пятьдесят нельзя? Можно любое оставить. Сто пятьдесят. А дроби как получится? Сейчас узнаешь. Смотрите, если весь путь триста, то скажите, пожалуйста, половину пути сколько? Сто пятьдесят. Сто пятьдесят. Сколько времени он потратил на первую половину пути? Три часа. Три часа. Три часа. Совершенно верно. Сто пятьдесят разделить на пятьдесят. Это три часа. А на вторую половину? Три часа. И как же нам найти общее время? Три плюс пять. Сколько? Три плюс пять. Восемь. Три плюс пять. А как найти среднюю скорость? Три плюс пятьдесят. А общее среднюю скорость у нее 37,5 километров в час? Совершенно верно. Триста восьмых. Это то же самое, что сто пятьдесят четвертых. То же самое, что семьдесят пять вторых. Тридцать семь целых пятьдесятых километров в час. Здесь, конечно, были часы, здесь были часы, а людей было 300 километров. Пятьсот тридцать седьмая задача. Два пунктника одновременно вышли из пункта А в пункт Б. Первый. Одну половину расстояния шел со скоростью пять километров в час, а другую половину со скоростью четыре километра в час. А второй путник одну половину времени, затраченного им на переход, проходил по пять километров в час, а другую половину времени по четыре километра в час. Кто из них раньше пришел в пункт Б? Повторяю. Два путника одновременно вышли из пункта А в пункт Б. Первый. Одну половину расстояния шел со скоростью пять километров в час, другую половину со скоростью четыре километра в час. Второй путник одну половину времени, затраченного им на переход, проходил по пять километров в час, а другую половину по четыре километра в час. Кто из них раньше пришел в пункт Б? Ну, второй, пройдет, доберется до пункта Б быстрее, так как он начнет идти с более медленной скоростью на целый, ну, порже. Через половину... Выйдите, объясните. Пожалуйста, выйдите, достигните. Вот у нас путь. Пункт А и пункт Б. Первый будет идти половину расстояния со скоростью пять километров в час, а второй со скоростью четыре километров в час. То есть он будет равные промежутки расстояния с одной скоростью больше пять километров в час и с меньше четыре километра в час. А второй, так как скорость пять километров в час больше, он будет идти быстрее. Следовательно, пройдет большее расстояние за пять километров, идя со скоростью пять километров в час. Потому что он с половину времени. Да, потому что с половину времени идет у нас. Какую задачу эта задача вам напоминает? Кротов. Кротов, конечно. Это ровно та же самая задача. Просто вместо кротов и их еды здесь путники и скорость передвижения. Согласны? Да. Отлично, спасибо вам. Все правильно. Так, здесь пояснение. Давайте поймем, что здесь. В книжке написано. Пусть расстояние между пунктами А и В это тысяча километров, а скорости равны тысяче километров в час и один километр в час. Тогда первый пункт, мчавшийся одну половину расстояния со скоростью тысячи километров в час, а другую половину, шедший со скоростью один километр в час, потратил, понятно сколько, полчаса он мчался, и потом пятьсот часов шел. Пятьсот с половиной часов. А второй пункт, который в половину времени двигался со скоростью тысячи километров в час, а другую половину времени со скоростью один километр в час, потратил менее двух часов. Давайте я объясню почему. Потому что, смотрите, если он некоторое время двигался со скоростью тысячи, то он за это время прошел вот такое расстояние. Еще он столько же двигался со скоростью один, он прошел такое. И все это должна быть тысяча километров. Значит, Т это тысяча тысячи первых. Но он потратил Т плюс Т, то есть он потратил на все движение две тысячи тысячи первых. А это действительно меньше двух часов. Не намного меньше, но меньше. А так бы пятьсот часов с лишним. Так, очень красивая задача. Пятьсот тридцать восьмая. Белка за двадцать минут приносит орех в гнездо. Значит, так. Пятьсот тридцать восьмая. Белка за двадцать минут приносит орех в гнездо. Далеко ли орешник от гнезда? Если известно, что на легке белка бежит со скоростью пять метров в секунду. А с орехом три метра в секунду. Легке бежит пять метров в секунду с орехом. Три метра в секунду. И на путешествие тратит двадцать минут. Чтобы добежать от гнезда до ореха, взять его и принести в гнездо. Двадцать минут. Далеко ли орешник от гнезда? Далеко ли ореха в секунду. Дifica ли ореха в секунду. И на 10-часовом кружке было 44 человека. Так что постепенно, что называется, народ возвращается. Было на осенних каникул довольно мало. Заметьте, что мы постепенно опять уже в своем стандартном количестве. Спасибо. Спасибо. Задача на составление уравнения. Надо обозначить расстояние буквы х, и у вас все получится. Спасибо. Так, ну решили или нет? Х расстояние от гнезда до орешника. Может 150? Нет, конечно. Надо составить уравнение, ребята. Спасибо. Решили или нет? Что в принципе? Не бывает в принципе. Это легкая задача на составление уравнения. Пожалуйста. Решение задачи примерно такое же, как решение задачи с автомобилем. Посчитаем, что можно очень легко найти среднюю скорость белки. Для этого надо посчитать, за сколько времени она принесет орех из орешника, расположенного в 15 метрах от гнезда. Значит, сначала она проходит 15 метров со скоростью 5 метров в секунду за 3 секунды. А затем она проходит 15 метров со скоростью 3 метра в секунду за 5 секунд. В сумме она проходит 30 метров за 8 секунд. Значит, ее средняя скорость равна 8 секунд делить на 30 метров или 3,75... То есть, скорее, надо 9 метров на секунды. То есть, скорее, надо 9 метров на секунду или наоборот. 30 метров на 3 секунды. Да, метры на секунды. 3,75 сотых метров в секунду. Но, если честно, эти вот следы сегодня уже были. Дальше, за 120 секунд она проходит 450 метров. Давайте, давайте, умножайте. 120, 120 секунд. Да, 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 умножайте на что? На 3,75 сотых метров. Умножайте. А вот здесь, может быть, 1200 секунд? Скорее, 1200 секунд. Да, скорее, 1200, конечно. А, да. Посмотрите. Четыре с половиной километров. Ну, и теперь на 2,10 метра. 20 метров на туда и обратно. И, кстати, получается 2 километра 250 метров. Так, ребята, все правильно, только не обязательно было пользоваться с средней скоростью. Смотрите. Х разделить на 3 плюс х разделить на 5. То есть, если х расстояние, то х разделить на 3, время, которое мы тратим, когда бежим с орехом, х разделить на 5, когда бежим без ореха, так это 20 минут. Что такое 20 минут? 1200 секунд. Умножаем обе части на 15. Получается 5х плюс 3х. Это 1200 умножить на 15. 8х. Это 1200 умножить на 15. 1200 делить на 8 – это 150. 150 умножить на 15, то есть 2250 метров. Это более прямой способ, без всяких средних скоростей, а просто наивное составление уравнения. Хорошо. Следующая. 539 задача. Сначала самолет летел со скоростью 180 км в час, а когда ему осталось лететь на 320 км меньше, чем он пролетел, он увеличил скорость до 250 км в час. Оказалось, что средняя скорость на всем, во время всего полета 200 км в час. Сколько времени длился полет? Значит, посмотрите, ребята. Некоторое расстояние х, он летел со скоростью 180. Расстояние х минус 320 летел со скоростью 250. Требуется узнать, сколько времени длился полет. Для этого, разумеется, достаточно узнать величину х, и у нас все получится. Составить уравнение. Реклама. На Малом Мехмате удается записывать действительно очень хорошие лекции на кружке, который с 7 до 9 вечера. Это не в обиду вам будет сказано, просто разные программы, но просто тем, кто пользуется вот этими вот электронными штуками, понимаете, что полезно их посмотреть. Естественно, там с большим запозданием выкладывается, но тем не менее, вчера была замечательная лекция про деревенские свадьбы, и, что называется, послушайте, там девочки, красочно говорю, а? Ещё нах, где можете сказать, в конце сайта? Ну, есть наша страничка, в конце сайта, 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 там, собственно, написаны все эти адреса. Девочки узнают про себя много интересного, за ее лучше тоже. Там просто два часа обсуждался вопрос о всеобщем женском счастье. Вот, есть доказательства. Я сейчас не срочаю, я сейчас поеду сам. Ну, как написать, сколько времени он потратил, когда летел со скоростью 180 км в час? Х, что Х? Ужас. Ужас, ребята. Вы что, правда, не умеете ставить такие важнения? Я не прошу решать, я прошу составить. Если у нас есть расстояние в Х километрах, и мы летим со скоростью 180 км в час. Сколько времени длится полет? Х разделить на 180. Х разделить на 180. Все, третья часть работы сделана. Дальше давайте. Участок, который на 320 км меньше, пожалуйста, проходили со скоростью 250. х. Х. Не-не-не-не-не, ой, у нас еще есть с этим проблемы. Знак деления, разумеется, горизонтальной четвертой удобнее писать. Да. Плюс х, минус 320, плюс 250. Видите, мой. 250. Но это не уравнение. Это только время, которое затрачено на путешествие. Заметьте, в него вошли 180 и 250, но не вошла средняя скорость 200. Конечно, х делить на 200 бессмысленно, потому что пройденный путь был вовсе не х делить на 200. Так, это правильно. Х делить на 180, здесь потрачено. Х минус 320 делить на 250, здесь. Весь путь, это 2х минус 320, делить на среднюю скорость. Как решить это уравнение? Надо домножить обе части на наименьшее общее кратное чисел. 180, 250 и 200. Надо освободиться от знаменателя. Так, кто знает наименьшее общее кратное числа 250 и числа 200? 1000, конечно. Значит, у меня такие числа 180 и 1000. Какое самое маленькое число, делящееся и на 1000 и на 180? 2000. 2000 на 180 не делится. 18 тысяч? А нет, 9 тысяч. Артём, не то, что это скотство. Нормально это значит, что скотство. А я смотрю, я говорю, прекрати свои фокусы с ручкой. Почему другие люди должны от этого, а? Почему они должны страдать от того, что тебе захотелось поиграть? Сколько можно? Понимаешь, была нормальная загвязь. Я не могу её укладывать теперь. Не могу. Потому что вот это вот долбление ручкой по ушам, оно происходит. А главное, зачем это тебе? Даже если бы у нас не было записи, зачем долбить друг друга? Поиграть захотелось? Иди в детский сад. Да, 9 тысяч. Значит, умножаем на 9 тысяч обе части. 9 тысяч делить на 180, сколько? 50. 50. Совершенно верно. 9 тысяч делить на 250. Действительно, 6. 9 тысяч разделить на 200. 45. 45. Так, ну, давайте раскрывать скобки. Значит, здесь у нас будет 50х по-прежнему. 36х. 36 умножить на 320. 90х. И 45 умножить на 320. Отлично. Теперь очень просто. 45 умножить на 320. Переносим налево. Получится следующее равенство. 45 умножить на 320. На 320. Минус 36 умножить на 320. Это есть 90х минус 86х. Ну, проще говоря, 4х. Здесь 45 минус 36 это 9. Получается такое равенство. 9 умножить на 320. Это 4х. Ну, значит, 9 умножить на 80. Это х. То есть, 720 километров. Ну, а теперь все легко. Мы просто говорим, что 720 это х. Значит, х минус 320 это 400. Правильно? Складываем числа 720 и 400. Получаем 1120. И вот такое расстояние летели со средней скоростью 200 километров в час. Значит, надо 1120 разделить на 200. Это то же самое, что 560 делить на 100. Получится 5,6. 540. Ну, проще говоря, правда ли, что он прошел 17,5 часа? Причем за каждый промежуток времени в один час он проходил 5 километров. Следует ли из этого, что его средняя скорость 5 километров в час? Ну, проще говоря, правда ли, что он прошел 17,5 километров? Да. Пример. Когда он прошел не 17,5 километров, а меньше или больше. Значит, за каждый час, вот берете, начинаете следить за ним, прошел ровно один час, и он за это время прошел ровно 5 километров. Следует ли из этого, что движение равномерное? Нет, нет. Он мог идти там скоростью 2 километров в час промежуток, и он не сильно просто. Ну, он мог неравномерно идти этот час. Да, и что? Молодец. Можете привести конкретный пример? Инструкцию для этого пешехода, чтобы он прошел, скажем, больше, чем 17,5. Вот, например, 20 километров он мог пройти? Да. Как? Ах, термит. Ах, термит. Как? Ну, чтобы сначала... Первый полчаса проходил 5 километров, он стоит, и все. Пусть пешеход первые полчаса от часа шел 5 километров, пройдет 5 километров... Не обязательно было вообще ничего писать. Могли просто, спокойно. Это чудовищная школьная привычка к оформлению. Не веря в то, что есть мысли на свете, а желание только удовлетворять какой-то форме. Скажите по человечеству своими словами решение. Мысли скажите. Если человек проходит за первые полчаса 5 километров, а потом просто стоять на месте, то за 2,5 часа он пройдет... Что больше, чем 17, то опять. Правильно. А почему он не может больше пройти? Потому что он не может, в принципе, проходить за первые полчаса больше, чем 5 километров. Потому что он за час пройдет больше. Смотрите, у нас все время состоит из 3 часов и получаса. Он не может за эти полчаса пройти больше 5 километров, потому что тогда он за этот час пройдет больше 5 километров. Согласны? А теперь смотрите, как можно сделать. Предположим, что он здесь вот бежит. Здесь бежит. Здесь бежит. И здесь тоже бежит. 4 пробежки, каждая по 5 километров. А все остальное время пусть он стоит на месте. Значит, 20 километров мог. И, между прочим, можно было и наоборот. Представьте себе, что вот здесь он наоборот бежит. А то, что у меня раньше был бег, стоит. Он мог сделать 3 раза по 5 километров. Очевидно? Спасибо. Правильно. Так, на дороге, соединяющей два аула, нет ровных участков. Автобус едет в гору всегда со скоростью 15 километров в час. А под гору со скоростью 30 километров в час. Найдите расстояние между аулами. Если путь туда и обратно, автобус проезжает за 4 часа. Вот представьте себе, за 4 часа без остановок, да? Вот эти два аула. Ровных участков нет вообще. В гору всегда 15 километров в час. Под гору 30 километров в час. Вообще, мне несколько раз в жизни приходилось забывать в этих горных, в разных горных местах. Каждый раз поездка на автобусе воспринималась мной как последняя в жизни. То есть, когда он едет по горной дороге, всегда ощущение, что вот несколько сантиметров еще. И я всегда удивлялся, а почему же водитель эти несколько сантиметров не проезжает, и мы не летим в пропасть. Уж просто очень страшно ездить по горным дорогам. Но тем не менее. Составить надо уравнение, и все получится. Давайте так. Участки, которые вверх суммы, обозначим одной буквой. Скажем, буквой Х. А все другие пусть дадут нам некоторую сумму у. Тогда очень легко написать затраченное время. Кто сможет. Когда он ехал из А в Б, сколько времени он потратил? Только на путь от А до Б. Вдвижение. Вот, глубокое заблуждение. Конечно, не два часа. Нет, мы не знаем, сколько. На самом деле, мы не знаем. Потому что А у Б мог располагаться ниже, чем А. Мог располагаться выше. Мы это не знаем. Итак, сумма участков, которые идут в гору, это Х. Сумма длин участков, которые идут под гору, У. Как написать затраченное время? Может, Т равно Х, деленное на 15 с У, деленное на 30? Значит, Х надо разделить на 15. 15. Это правда. У разделить на 30. Так, это время от А до Б. А когда будет возвращаться? Х надо разделить на 30, а У на 15. И все это вместе сколько? 4 часа. Что разумно сделать для того, чтобы решить? Дальше. Да? Может, умножить обе стороны на 30? Избираться от алкоголя. Множить на 30, конечно. 120 это 2Х плюс У плюс Х плюс 2У. И что это означает? 120 это 3Х плюс 3У. Х плюс У сколько? Это? 40. 40. Дорога между городами А и Б состоит только из подъемов и спусков. Расстояние между А и Б 160 километров. Найдите среднюю скорость автобуса, проехавшего из А в Б и обратно. Если его скорость на подъеме 40 километров в час, а скорость на спуске 80 километров в час. Дликчайшая задача. Расстояние между А и Б 160 километров. Соображаем. Что надо сделать, чтобы найти среднюю скорость? Если мы знаем расстояние. Что такое средняя скорость? Расстояние, длительное время. Отлично. Если мы знаем расстояние, что нужно найти? Время. Время. Как записать в этом случае время? Что-что? Все равно х, деленное на 40, плюс деленное на 80. х, деленное на 40, у, деленное на 80. Это мы проехали в одну сторону. Теперь возвращаемся. у разделит. Так, у разделит на 40. Да. х разделит на 80. Да, отлично. Вот это и есть все время, затраченное на путешествие. Так давайте посмотрим, что это такое. Это же у нас будет х плюс у разделить на 40, плюс х плюс у разделить на 80. Можем перемножить все на 80. Не надо еще перемножать. Мы помним, что х плюс у 160. 160 делить на 40 это 4, 160 делить на 80 это 2. Все получается 6. И как же найти среднюю скорость? Надо пройденное расстояние. Кстати, какое пройденное расстояние? 320. Молодцы. Потому что не 160, надо туда и назад нам. 320 надо разделить на сколько? На 6. Это то же самое, что 160 разделить на 3. Получается 53,1 км в час. Отлично. Путешественник вышел из гостиницы в 3 часа дня и возвратился в 9 часов вечера по тому же маршруту. По ровным участкам он шел со скоростью 4 км в час. Заметьте, появляются ровные участки. По ровным участкам он шел со скоростью 4 км в час. В гору со скоростью 3 км в час. Под гору со скоростью 6 км в час. Найдите расстояние, которое прошел путешественник, если он нигде не останавливался. Я сразу скажу, 9 минус 3 это 6 часов. Вот столько времени он гулял. Работаем. Значит, путешественник вышел из гостиницы и возвратился по тому же самому маршруту. Смотрите, в чем отличие от того, что у нас только что было. У нас возникли участки горизонтальные. Раньше были только подъемы и спуски, а теперь путь может выглядеть так. По-прежнему давайте участки вот такого типа, вернее сумму длины всех участков такого типа обозначим буквой х. Сумма длины участков такого типа у, а сумма длины участков такого типа z. Надо написать через х, у и з затраченное время. Кто продиктует? Значит, идем сначала слева направо. Давайте. Х надо на что делить? На 3. Х. Х надо делить на 3, совершенно верно. Игрик надо на что? На 4. З на 6. З на 6. З на 6. Теперь возвращаемся. Теперь надо х делить на сколько? На 6. На 6. Игрик. На 4. Правильно. З на 3. На 3. И все это вместе, те самые 6 часов. Так. Ну что мы сделаем, ребят? Как? А я знаю. 1 четвертая, пусть 1 четвертая, сколько? 1 четвертая. 1 вторая. Значит, на самом деле у меня игрик пополам. 1 треть и 1 шестая, это сколько? 1 треть и 1 половина. Половина. 1 треть плюс 1 шестая, это 1 вторая. Так. И 6 и 1 треть, естественно, тоже 1 вторая. Осталось мелочь. Осталось на 2 уменьшить. Получится х плюс у плюс з, это сколько? 12. 12. Значит, наш путешественник на 12 километров уходил от своей гостиницы. Ну, всего, разумеется, он прошел 24 километров. Так, две очень легкие задачи. Но зато безумно известное. Из городов А и Б на встречу друг другу выехали два автомобиля со скоростью 30 километров в час. Со скоростью 30 километров в час. Каждый автомобиль ехает на встречу друг другу. Одновременно из пункта А вылетел со скоростью 70 километров в час неутомимый шмель. Встретив автомобиль, выехавший из Б, он сразу полетел обратно к А. Повстречав автомобиль, выехавший из А, полетел обратно к В. И так летал, пока машины не встретились. Какое расстояние пролетел, повторяю, со скоростью 70 километров в час, шмель, если между городами А и В 300 километров? Он залетел 350 километров. Так как скорость сближения двух машин равна 60 километров в час. Значит, до того, как они встретились, они ехали 5 часов. Столько же времени летел шмель со скоростью 70 километров в час. Значит, он прилетел 70 на 5, 350 километров. Спасибо, отлично. И последняя сегодняшняя задача. Первый путешественник был на 3 километра впереди второго и шел со скоростью 4 километра в час. А второй шел со скоростью 5 километров в час. Собака побежала со скоростью 15 километров в час от одного из них к другому, затем вернулась и так далее. Так она бегала, пока они не встретились. Сколько километров пробежала собака? Мы знаем, что один путник нагонит другого за 3 часа, так как разность в своих скоростях составляет 1 километр. Не разность в скоростях, а разность скоростей. Разность скоростей. 1 километр в час, да. Собака бегала до тех пор, пока они не встретятся. То есть она бегала 3 часа со скоростью 15 километров в час. Для того, чтобы найти расстояние, она должна скорость уносить на время, то есть 3 на 15, получить 45 километров в час. Отлично.